Чё, худшая книга о мозге «Красная таблетка» Андрея Курпатова с канала Uncle Shurik. Привет, друзья! Сегодня речь пойдёт о великом человеке, о психологе, учёном, просветителе, бизнесмене и, в конце концов, современном Прометее. Да, я говорю про Андрея Курпатова. Его самая известная книга «Красная таблетка» продалась общим тиражом более 5 миллионов экземпляров. Для современного книжного рынка это не просто много, это невероятно много. Так мы заходим как бы... Мы заходим как бы непосредственно в замечательный магазин «Буквоед», и там просто целый стенд только книжек вот этой хуйни как бы «Красная таблетка». Просто «Красная таблетка», блядь. Заходим, целый стенд только из одной книжки из этой состоит. И очень долго я откладывал чтение этой книги, потому что понимал, что просто не потяну. Потому что это серьёзный научный труд от известного человека, который очень долго занимался психологией. И куда уж мне браться за нечто подобное. Но в конце концов я взял всю свою волю в кулак, прочитал и... и охуел. Если вы любите обзоры... Ну на продаже книг вообще трудно зарабатывать, ребят, вы это, не мечтайте. Если у вас, конечно, книжки тиражами в 5 миллионов продаются, конечно, другой разговор. Приветствую, Ёльский кот. Но если вы продаёте книжки довольно по среднему, ну вы нихуя не заработаете, по большей части. Если вы проведёте мне бомбит, то вы пришли по адресу. Потому что столько негативных эмоций я не испытывал давно. Красная таблетка, возможно, самая тупая книга, которую я когда-либо видел. И давайте не будем затягивать со вступлением и просто перейдём к обзору этой книги. Потому что мне столько всего вам хочется рассказать. Книга начинается с того, что первые 70 страниц, вот это вот всё, автор рассказывает, насколько его работа невероятная, поразительная, насколько она перевернёт наше мировоззрение, и что вам не стоит почитать, если вы не готовы к суровой правде. Напоминает первую научную историю войны 1812 года. 75 страниц. Она тоже красная, кстати, и там тоже четверть книжки про это. Когда вы распробуете красную таблетку и, поморщившись, проглотите её, вы действительно поймёте, что мир вокруг вас – театр теней. Красная таблетка будет сжечь вам желудок, мучать и сжёгой, выворачивать кишки наизнанку. Будет больно, а главное – непривычно. Впрочем, ещё не поздно и отказаться. Потом, возможно, пути назад уже не будет. Половина этой блядской книги – это подобные словесные испражнения. В этой нахуй не нужной части он пересказывает «Матрицу», причём довольно подробно. Типа, а сейчас я вам перескажу фильм «Матрица». Довольно неплохой фильм, там, короче, был Нео, он вышел из «Матрицы», диалог с этим чуваком, которому таблетки даёт. И я это читаю и вообще не понимаю, что происходит. Это как бы книжка про мозг или клуб любителей фантастики. Я подумал, он начнёт рассказывать про все свои любимые фильмы, но нет, он пересказал «Матрицу» и успокоился. Но главная мысль этого затянувшегося вступления в том, что книга написана для интеллектуального меньшинства. А большинство, то есть дурачки всякие, не смогут её понять, либо не смогут принять. Если эта книга написана для интеллектуального меньшинства, у меня возникает вопрос, почему её тогда выпускают с тиражом в 5000 экземпляров? 5 миллионов экземпляров, прошу прощения. И почему в каждом буквоеде целый стенд посвящён этой книжке? Просто, блядь, стенд с красной ебаной таблеткой ёбаного, блядь, Курпатова. Если эта книжка для меньшинства интеллектуального, какого, короче, хуя там происходит в этих книжных? Ту жёсткую правду, которую он у нас готовит. И это откровенная манипуляция, потому что посыл здесь предельно простой. Либо тебе нравится эта книга, либо ты тупой. Всё. Третьего недавно. Подход это чисто сектантский. Я читал довольно много и научной литературы, и научпопа, и я никогда не видел, чтобы автор так много времени убеждал нас поверить в его книгу. И рассказывал, что она для избранных, только для меньшинства. И это смотрится очень комично, учитывая, что автор постоянно напоминает нам, что читать это очень сложно, и вам придётся напрячь всю тысячу своего... Ну, читать действительно очень сложно, потому что говно. Ну, то есть, как бы, читать сложно, да, потому что куча говная, плохо написанного, с точки зрения литературы и науки, и вообще всего, чего угодно. Как будто бы её написал, потому что мы видели, её как будто бы написал умственно отсталый школьник, у которого вот вообще, вообще никаких регалий нет. ...IQ, чтобы понять его глубокие мысли. А сама книга написана невероятно примитивно. Очень простым языком. Ну, так вот именно, блядь, она написана не просто простым языком, она написана простым, но одновременно сложным языком, сложным, потому что эту хуйню тяжело читать, потому что там, видимо, повторяются предложения, матрица неожиданно пересказывается, ещё какая-нибудь хуйня, ещё какая-нибудь, блядь, хуйня, которая в голове автора проявляется неожиданно. И он эту хуйню обязательно должен написать без каких-либо, да, промедлений. Любая хуйня, которая промелькнула в голове Курпатова, она должна быть в этой книге, видимо. И очень простые мысли, которые долго-долго-долго автором разжёвываются. Если кто-то хочет реального челленджа, то почитайте, допустим, Бодрияра и его книгу «Симулякры и симуляция». Просто это одна из тех книг, с которой я не справился, потому что, потому что тупой. Ну, «Симулякры и симуляции» не самая сложная книжка в истории философии, как вообще, блин. Постмодерн, ну, на самом деле, не такой тяжёлый. Там просто в определённый момент начинается, ну, очевидная, как бы, дрочево в постмодерне, где вас, короче, специально, ну, наёбывать начинают. Показывает, что дискурс отстой, как бы. Ну, просто на примере самого текста. Многие пытаются вчитываться и такие, «Ой, блядь, как тяжело!» На самом деле, там не нужно пытаться вчитываться. Там из изначальных посылок понятно, почему люди так поступают, вот эти вот, постмодернисты. Я рочитался словарём, продвигался очень медленно. Было интересно, но я просто не справился. Это требует значительных усилий интеллектуальных. Эту книгу может прочитать ребёнок. Да. Причём не просто ребёнок, а тупой ребёнок. Дайте и понять. Она невероятно простая. Она безумно примитивная. И когда автор убедил нас, что в руках у нас, по меньшей мере, новые откровения пророка начинаются висеть. Ну, Курпатов примитивный, тупой, абсолютно безумный, нахер научпопер, у которого нет своего собственного мнения. Ну вот, понимаете, в чём дело? Понимаете, в чём дело? Сам Курпатов – это типичнейший пример человека, которого можно назвать скудаумцем, да? Это, наверное, один из немногих людей, которых прям вот таким именем реально адекватно обозначать. Очень глупый и очень поверхностный человек. Допустим, здесь есть забавный тест. И когда я увидел, что сейчас давайте пройдём тест, я обрадовался. Я думал, что узнаем, какое я аниме или какая у меня любимая принцесса. Кстати, это Аврора. Аврора – очень крутая принцесса. Но не пиздец. Аврора, отстой. Нет, тест довольно странный. Там всего два вопроса. Первый из них – это счастливы ли вы на 100%? И второй – считаете ли вы, что все решения, которые вы принимали в вашей жизни, они были правильными? Нет, нет. Но очевидный вопрос, очевидный ответ от 99,999910-х людей. Но, к сожалению, мы не можем на этот тест ответить, потому что Курбатов делает это за нас. Причём безэпелляционно. Ну, довольны ли вы своей жизнью? Спрашивает нас Курбатов. Потом бла-бла-бла. Ответ, очевидно, отрицательный. Ну, никто не доволен своей жизнью на 100%. Если вопрос задать таким образом, что вот человек... Довольны ли вы своей жизнью на 100%, блядь, процентов? Наверное, есть какие-то аспекты, в которых вы, ну, всё-таки немного недовольны. Крайне велика вероятность. Нет, не устраивает. То есть он сам за нас отвечает. И потом то же самое со вторым вопросом. Ввергли те решения, которые вы принимаете. Ну, если человек не фанатик, то неверное, скорее всего. И бла-бла-бла. Если вы не страдаете тяжёлой депрессией, ответ... Нью-Йоркский кот. Большая проблема Курпатова, самая большая проблема Курпатова заключается в том, что он начинает лезть в те области, в которых он не смыслит вообще ничего. Соответственно. Вот. И он же снимает видосы, где сознание сводит к отключению сознания. Да, когда тебя по голове ударили, это было смешно. Это реально было смешно. Понимаете, в чём проблема? Вполне возможно. Не исключено, что вообще под те вещи, когда он начинает разбирать там психологию серьёзную, может, ему текст пишет какой-нибудь человек, который, ну, не Курпатов, собственно. Вполне возможно. А вполне возможно, ну, просто Курпатов начинает распыляться по тем областям, в которых он не смыслит вообще ни-ху-я, короче. Да? И это приводит его, соответственно, к таким колоссальным обсёрам. Ну, когда он книжку по философии разбирал, это на самом деле было, ну, просто смехотворно. Это просто глупо было. Это определённо было безумно. Это безумие просто. Это тотальное безумие. Я прочитал Винкенштейна, блядь, и я с ним нахуй согласен, аааа. Вот такой разбор заебись просто. 10 из 10. И про сознание тоже 10 из 10. Это прям вообще шедевр, короче. Шедевр разбора того, что такое сознание прям вот... Пиздец просто. Ну, ладно. Должен быть положительным. Ну и правда. Почему бы вам быть неправым? Там, где 10 раз подумали и снова отмерили. Согласен. Спасибо, Курбатов, ты ответил за нас. А потом, бинго, вы соврали. Чё за хуя? И в этот момент я понимаю, в какое же говно я влез. Курбатов, блядь, ты сам ответил за меня на эти вопросы. Хули ты доебался, блядь? Что? Самое, блядь, удивительное, что если бы у меня был выбор, я бы ответил по-другому. Но нет, блядь, Курбатов за вас отвечает. Ну, у всех фриков стоит на логе философский трактат, смиритесь с этим. А потом на вас наезжает. Что за хуйня происходит? Эта книга состоит из манипуляций. Это одна большая манипуляция. И, наверное, я понимаю, о каком интеллектуальной меньшинстве идет речь. Ну, если вот об этом, то в целом у меня нет претензий. После этого Курбатов начинает рассказывать о работе мозга. Причем для самых-самых маленьких. То есть объясняет максимально все просто и примитивно. Но единственное, что меня напрягло, то что здесь нет никаких ссылок. Я читаю, ну ладно, в выступлении их не было, допустим. Я смотрю дальше, а ссылок все нет и нет. Ну, понимаете, книга серьезная. То есть это... Ну, Шурик, у него и проблема есть. Он придирается не к тем вещам, которым стоило бы. Это не про то, как печь пирожки, это о том, как работает наш мозг. И когда я вижу такую серьезную тему, к тому же там нейробиология, максимально неизученная, много белых пятен, я надеюсь увидеть ссылки на какие-то исследования. Ну, то есть это же не хуйня из головы, это же, блядь, научный труд, судя по всему. Поднимаются вопросы. Ну, научный труд, это хуйня из чужой головы, если что. Чтобы вы понимали, да, научный труд, это хуйня, которая была как бы спизжена из другой головы, мы процитировали хуйню из другой головы, и можем продолжать немножко дальше, чуть-чуть поисследовать, придумать в своей голове еще какую-нибудь хуйню, и продолжать дальше плодить хуйню нормально. Это наука, это, по сути, называется наука. И немного, кстати, об этом и посвящена книжка вот Бодрияра, собственно. Вот то, которое Шурик не смог прочитать, собственно. Работы мозга. Причем, Курбатов заявляет, что это прям революционная работа, которая измеет нашу жизнь. О, да. А я читаю, и ссылок нет. Их нет, нет потом. Да и революции, революции нет, и ссылок нет. Я, в сомнении, открываю последнюю страницу, где в любом нормальном научпопе есть ссылки. И что вы думаете? Ни-ху-я. О, боже мой, в книжке нет ссылок. Меня обманули. О, господи. Ой, боже мой, какой ужас, блядь. Там нету трех-четырех ссылок. Ой, блядь, что делать-то нахуй? Без ссылки. Это же так сразу, да, спокойно на душе становится. Я же, блядь, беру сразу. Я же беру сразу, открываю, и неожиданно, в общем, беру, и там, блядь, ссылки на истинные абсолютно исследования. И у меня никаких сомнений нет. Да, не то чтобы исследования разные и показывают разные результаты, и можно как-то, и можно как-то, в общем-то, их по-разному интерпретировать. Серьезно же? Ну, не то чтобы это так. Не то чтобы от подбора тех статей, которые мы выложим в качестве ссылок там в конце своего, в общем-то, текста, да, неожиданно вдруг выложим, да, там окажутся, конечно, статьи, которые поддерживают нашу позицию. Вопрос в количестве статей и вообще в количестве дискурса, как дискурс работает. Никаких, блядь, ссылок. Вместо ссылок тут реклама каких-то курсов. Про постмодернистов я про того же Бодрияра, Делиоза, Дериду, которых трудно читать на самом деле, но трудно, потому что они на самом деле на два месте будут служить в определенный момент. Или Академия смысла, интеллектуальное образование нового формата. Другие книжки Курпатова тоже не забыли, не забыли, прорекламировали. О, для детей есть книжки Курпатова. Ну, заебись, заебись. Только ссылки где? Курпатов, это что такое? То есть, по сути, вот на этом моменте считайте, что книга уже разъебана. Это все хуйня из головы, фантазии автора. Никаких крупов. Все, что он рассказывает, никак. А как этот момент поймать, как только вы перестаете понимать, что вообще там пишется, да, собственно, в этот момент вас как бы начинают обманывать постмодернисты? Не подтверждено. И, наверное, Курпатов сам понимает, что эту хуйню тяжело проглотить. Ну, потому что не лезет эта таблетка в горло. Бред какой-то. Поэтому он буквально каждые пять страниц... Дмитрий пишет, «Справедливости ради я должен сказать, что ссылки на исследования с их авторами прямо в тексте Курпатов таки приводят». Ну, нормально. Ну, тогда вообще нормально. Ну, в смысле нормально. Похуй. Похуй, конечно, как и любой научпоп, ссылка ничего не значит. Просто давайте я вам честно скажу. Ссылка ничего не значит. Вообще ничего. Отдельно взятое исследование вообще ничего не значит. Наука куда сложнее, чем просто набор ссылок на, блядь, какие-то рандомные тексты. Фуко легче читать, конечно же. Включая свою привычную шарманку. Допустим, он собирается какой-то факт выдать, и перед этим он начинает рассказывать. Вы, наверное, хотите эту книгу уже в мусорку выкинуть. Да, это ваш мозг сопротивляется, потому что ему неприятно правда. Ваш мозг против правды. Все ваше нутро против правды. Если ты слабый, то выкидывай, выкидывай. А сильные, сильные дочитают до конца. Это изменит их жизнь. Это откроет новые горизонты. Я бы закрыл. Не все смогут, не все справятся. А ты подумай, готов ли ты принять правду, страшную правду. Да я согласен, Дмитрий. Он же банальщину всякую перечисляет обычно. Ну то есть... Ну то есть в этом смысле нам даже ссылаться не на что. Потому что это не новые исследования, не сомнительные исследования. Я просто к тому, что сама придирка к ссылкам не имеет никакого смысла. Это глупо. Но нет ссылки, нет. В конце концов, какая разница. Ну то есть, да, если мы вырежем из произведений какого-нибудь Хокинга или Докинза все ссылки, что они отстойм сразу станут? Нет же. Горькую таблетку правды. И это не просто какую-то строчку он обозначил. Нет, его уносит и он 2, 3, 4 страницы может опять свою шарманку эту рассказывать. Я уточню, что не утверждаю, что все, что в этой книге описано, это ложь, это хуйня из... Я согласен, что Курпатов в живых выступлениях норм. Ну как норм? Он мудак, конечно, полный, его очень легко увлечать в подъебах, когда он проебывается, легко увлечать. Но для человека неподготовленного, ну, ну если он возьмет, красную таблетку, человек, который хоть немножко читал научные тексты и не научные, философские, вообще любые тексты читал, вообще, блядь, читать умеет, да, например, он поймет, что книжка хуйня, скорее всего, по ряду признаков. Простые предложения, какая-то тупость написана, автор риторикой постоянно страдает какой-то. Ну, то есть, постоянно, постоянно одна риторика, 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 и все, короче, на этом все заканчивается. Очень много риторики, очень мало смысла. А на выступлениях, понимаете, что бывает? Другие ученые, они тоже часто пользуются риторикой, когда выступают на публике. То есть, и в этом смысле Курпатов от многих нормальных ученых в принципе неотличим. Головы, возможно, что-то научно доказано. Но почему я должен в это верить? Мне нужно, блядь, каждый факт гуглить постоянно. Ну да. Наушное сообщество, как вы знаете, из Курпатовым не считается. Стоп, 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 а ты что, гуглить не будешь? То есть, ты гуглить не хочешь, да, чувак? Окей. А если бы он подвел какие-нибудь статьи фейковые, ты бы стал гуглить или не стал? То есть, я бы чисто успокоил наличие статьи, чувак. Я правильно тебя понимаю? Шурик, я правильно понимаю, что ты сейчас сказал? То есть, наличие статьи тебя как бы успокоило? Ты бы сказал, охуенно, мне понравилось, я очень люблю статьи, я очень люблю досылки на какие-то рандомные статьи, это прям прекрасно, это прекрасное дополнение, да, вот если нет ссылок на статьи, я что, гуглить что ли буду? Что? Что? Я буду гуглить что ли? Ой, господи. Да не просто гуглить можно, Войти в e-library, например, взять эти самые статьи или материалы по непосредственно темам, ну и всё, и пройтись, собственно, по темам и узнать, да, чё нет. В чём проблема, Шурик, стоп, я немножко не понимаю, блять. Его книгу поливают говном. Ссылок нет никаких. Почему я должен верить этой книге? Только за счёт манипуляций. Шурик, где хорошие книги? Этот вопрос я довольно часто вижу в комментариях, и знаете что? А давайте мы с вами их закажем. Правильно сейчас я формирую корзину для того, чтобы прикупить немножко книжек. Конечно же, в магазине все свободны. Вы знаете, что если я хочу купить хороших книг исключительно, то я иду в независимый книжный магазин. И все свободны – это мой любимый магазин в Питере. Во-первых, потому что ты заходишь туда, и душа отдыхает. Там ты не найдёшь ни Курпатова, ни Донцову, ни какую-то подростковую литературу. Зато там продаётся множество крутых книг от маленьких независимых издательств. Когда тираж всего 500 экземпляров, но при этом нигде больше эту книгу найти почти невозможно. Ну, в больших сетях так точно. Я хотел туда приехать на праздники новогодние, но вроде как в Петербурге не ждут туристов, поэтому остаётся возможность заказать, что тоже здорово. И давайте покажу, какие книги я закинул в корзину. Ну, во-первых, это, конечно же, Роман Михайлов «Антиравиногар». Роман Михайлов – это главное литературное открытие для меня этого года. Он пишет просто невероятно. Все его книги я скупаю. Это «Равиногар», «Изнанка крысы», «Антиравиногар» я немного послушал в виде аудиоспектакля. И это просто вынос мозга. У него невероятное повествование, когда сплетается реальность и какая-то то ли фантазия, то ли вымысел, какая-то магия. И следить за его слогом – это просто удовольствие. Дальше я закинул «Логос», последний, который сейчас вышел. «Логос» – очень крутой литературно-философский журнал. Этот выпуск посвящён «Спиду» и «Вич». «Логос» – говно. Закинул я в корзину и очень... «Логос» – блять, философская мусорка на самом деле. Не очень клёвый журнал. Ну, там бывают профессора хорошие пишут, но пишут специально говно под формат журнала. Формат журнала требует, чтобы вы писали говно, короче, в «Логосе». И привычную для себя книгу. Обычно я такой не читаю, но захотелось. Это «Тассо Тарквата. Освобождённый Иерусалим». Это рыцарская поэма 16 века, которая посвящена взятию Иерусалима. А ещё вышла биография Мишеля Фуко от Джеймса Миллера. Я большой фанат Мишеля Фуко. Вот его книжечки скупаю по возможности, то, что выходит на русском языке. Так что это, конечно, тоже заказываю. И, что очень приятно, если вы будете заказывать в магазине «Все свободны», а я именно там советую вам заказывать, то вводите мой промокод и получаете ещё и небольшую скидку. Так что призываю вас. Да никаких нормальных журналов по философии нет. Есть вестники, они научные. Вестники СПБГУ, там, вестники МГУ и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это прям научная хуйня. Она вам вряд ли зайдёт, потому что там пишут, ну, типа, «Профессионалы для профессионалов». Вас там не ждут, короче. Логос просто говно, но что там читать, непонятно. Поддерживать независимую книготорговлю, делать мир лучше и задариваться хорошими книжками. А мы возвращаемся к Андрею Курбатову. Вторая глава рассказывает о том, что случайности не случайны. И знаете, в чём её парадокс? Вот я сказал название, да? Случайности не случайны. И, по сути, всю информацию, которая содержится в ней, вы уже усвоили. А потом на хуевую тучу страниц Курбатов эту простую мысль начинает растягивать. И такое чувство, что как будто я в школе сижу, и какая-то очень простая тема, которую все поняли. И есть самый тупой вот школьник, он вообще нихуя не понимает, он сидит, и учитель только для него. Прям максимально простыми словами. Ну, ше, ППШ, вы можете написать мне в личку и попросить у меня лично что-то, что вы хотите почитать. Я могу вам даже бесплатно скинуть, а вы потом там прочитаете, и в зависимости от ваших там эмоциональных каких-то радостей или нерадостей, можете задонатить вот такой, по любви такой читательской, да, если вам понравится, можете задонатить. В знак благодарности. Памер разжевывает на протяжении всего урока. А ты сидишь и думаешь, блядь, нахуй я здесь сижу. И вот эта мысль, она у меня была на протяжении всей этой главы. Я понимаю, что книга написана для интеллектуального меньшинства, но Курбатов, блядь, пожалей. Хотя в целом он, наверное, был интересным. Какие-то примеры, на которые ссылается Курбатов, я читаю и думаю, ну вот это вот интересно. Если бы это не было затянуто вот на хуевую тучу страниц, то, возможно, я бы какое-то удовольствие даже получил. Но я понимаю, что книга, типа, серьезный научный труд, она не может быть в 15 страничек. Поэтому Курбатов вот как может растягивает. Может, блядь, научная статья может быть в 15-20 страничек. Хороший, нормальный, обычный научный труд, который проводят все ученые. Это как раз не проблема, Шурик, это не проблема. Может быть, маленький научный труд. Бывают монографии, да. Но монографии ученые за всю жизнь, бывает, собирают. Бывает, там, за несколько лет исследований собирают одну монографию из статей. В третьей главе мой пукан просто улетел куда-то там в статусферу, потому что Курбатов рассказывает о том, что личности не существует. Я понимаю, это звучит как полный бред, конечно, но так оно и есть, честное слово. Автор не вводит понятия, что такое личность. Он пишет целую, блядь, главу. Нормально. И не вводит этот термин. Но я, блядь, какая хуйня про Суперпатов. Ты же не забыл в свою книжку сделать вот такую вот красивую модную закладку, да? Но ты бы вместо этого лучше его понятия личности как бы не помешал бы, серьезно. То есть половина книги, вот просто половина. Это просто хуйня из головы. Блядь, даже порвать не можешь. Не могу порвать. Лох, блядь. Ничтожество, блядь. Лохан. С третьего раза. То есть половина книги сразу в мусорку. Остается чуть меньше. Но, как ни странно, вторая половина в принципе читаемая. Потому что здесь Курпатов заканчивает заниматься наукой. Он выключает в себе ученого и рассказывает о каких-то конкретных примерах. Он начинает опираться на свою практику. И эта часть книги, мне кажется, вполне читаемая. Дмитрий пишет, кстати, есть видео, где Курпатов объясняет, почему он не дает определения. Ну почему же? Объясните мне кратко. Я не хочу это говно смотреть. Давай, расскажите кратко, пожалуйста. Ну то есть он рассказывает, как работает зависимость. Например, он рассказывает, что вы хотите бросить курить или похудеть. Или начать какое-то свое дело. И думаете, что готовы к этому. Но на самом деле ваш мозг не готов. И пока вы не обманете его или не убедитесь... Кто такой я? Кто такой мозг? В смысле, что за разделение я и мозг? Что значит, я хочу бросить курить, а мозг, блядь, не хочет? Что это, блядь, значит в рамках такого вот дискурса? Где мозг это и есть я. Что, блядь, за разделение... В смысле, я хочу, а мозг не хочет. Что это? Это бессознательная Фрейда может быть мозг? Я просто не понимаю этого разделения. Если мозг производит все мои сознательные процессы без исключения, в том числе мое ощущение самого себя, это, блядь, значит, что я и есть мозг. Мозг, блядь, не может меня наебывать. Он может сам себя наебывать, блядь. В смысле, мозг наебывает, мозг не ты. Кто, блядь, мозг? Где, блядь, я? А где я тогда? В смысле, блядь, мозг меня наебывает? Что происходит, блядь? Что за шуе? Что, блядь, за ложная дихотомия в этом материалистическом взгляде? Ведь мы знаем, что, в принципе, да, в принципе, Курпатов материалист, получается. Ученый такой материалист. Есть только мозг, нет никакой души, нет никакого отдельно сознания. Мозг, получается, да, отдельная нахуй сущность, которая имеет свои мотивы. И, блядь, где-то еще здесь я есть. Кто? Что, блядь? Личности нету, меня нету, мозг, блядь. Да, правильно, меня нету, есть мозг только. Я просто не понимаю, в чем за дихотомия. У вас ничего не получится. И как с этим быть, как с этим бороться? В общем, довольно много интересных фишек. И в целом, от второй части я даже получил удовольствие. Но при этом Курпатов-то не дурак. Он понимает, что продать книгу «Советы психолога» довольно тяжело. Именно поэтому он продает людям божественное откровение. Красная, блядь, таблетка. Моя главная претензия. Из-за чего у меня больше всего горит, так это из-за того, что Курпатов не пытается доказать что-то силой аргументов. Он пытается сманипулировать и заставить читателя верить. Тупо верить в то, что он пишет. Чем эта книга, по сути, отличается от какого-нибудь транссорфинга реальности или от секрета? Да по сути, ничем. То же самое. Та же самая банера подачи. Курпатов предстает перед нами таким мессией. Отдельно, конечно, обожаю вот такие вот потрясающие заявления. Нам лгут о природе человека. О мотивах его поведения и о том, что мы есть на самом деле. Жалко, Курпатов не уточняет, кто именно нам лжет. Официальная наука или рептилоиды, или сионистское правительство. С чем я никак не могу сказать? Кого нас? Кого нас мозг доебывает? Кто мы-то такие? Кто мы такие? Мозг здесь один сидит, ребят. Как вы, кто мы? Доебали со своими историями охуительными. Я, блядь, ебучий, тупой, сиентист-материалист. Сижу здесь. Я, блядь, я мозг. Мозг, он мозг. Он думает, блядь. Я думаю. Я и есть мозг. Сознание в мозгу находится так-то. Сознание, ну, это такой, получается, некоторый продукт мозга. Пиздец. Художный. Он прекрасный бизнесмен. Великолепный. Он сумел продать вот эту вот хуйню из головы диким тиражом, миллионными тиражами. Он продает свои новые книги. Если зайти на его сайт и пролистать чуть ниже, то там целая куча проектов. Развитие для детей, какие-то курсы про мозг, для бизнесменов и так далее и тому подобное. Очень много проектов. И я позаходил, потыкал, все его курсы вот эти вот стоят очень и очень немаленьких денег. И особая лицемерие, как Курбатов поносит всяких бизнес-коучей, тренеров и так далее и тому подобное. Стоит такой красивый в белом пальто и поливает их говном. Но Андрей, Андрей Курбатов, ты-то чем отличаешься? Ничем. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы гнать на такого великого человека? Поэтому, если уж хочется, то закидывайтесь. Синими таблетками крови. Ну, я кандидат философских наук. Курбатов дегенерат. Я имею право срать на Курбатова вообще. В отличие от него, я настоящий как бы ученый. I'm real scientist, короче. По сравнению с ним. И... Ну, отстой. Сними таблетками. Лишь бы весело было. Так, Дмитрий, то, что вы пишете, как бы никак не протяришь к тому, что я говорю, не? Ну, а с вами я прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой телеграм, где много всего интересного. И скоро увидимся. Пока. Будьте клевыми. Я не сказал, что мозг равно я. Я сказал, что я это, ну, одна из непосредственно таких функций мозга получается. Ага. Вот. Да, да. Че люди читают? Я просто вахуй. Вместо того, чтобы читать, соответственно, Александра Шадова и философию понимания, люди читают какое-то говно. Я немножко в шоке. Я шокирован. Таким вот поведением, ребят, я шокирован.